итак дорогие друзья и ученики мы приступаем к массажу ног спереди но во первых размазали масло и растерли на всю часть ноги вплоть до подвздошной косточки тоже ее мы задействуем соответственно как и любую другую часть тела мы начинаем с согревающего растирания аккуратно входим коленку вот так по кругу чтобы не через него били рукой да а по кругу бедра растираем продольными движениями до полу спирали видными вот такими вот это видите другую рукой поддерживаю чтобы нога не скачалась в этом виде массажа лучше всего подкладывать вот этот валик отрос иначально был под щекотками в данном случае либо подушку мы подкладываем под коленки таким образом мы расслабляем полностью все мышцы и в том числе мышцы живота нижние мышцы живота и под животом под брюшины там внутри есть мышцы которые поднимают ногу собственно говоря вот так вот и отводит и вот так вот сторону мышцы подвздошно-бедренные позвоночно-бедренные то есть они там внутри идут с той стороны таза под животом крепится подъема ноги и отведение в сторону тоже там есть группа мышц таких поэтому мы их сейчас максимально расслабляем только после этого начинаем действовать с наружной стороны продолжаю растирать до видите одну руку и поддерживаю чтобы она не дергалась не качалась растирают легкие быстрые разминания ухожу любыми способами даже сейчас не буду становиться на этих растираниях разминаниях это классика это то что мы и так делаем с любой частью тела отдельно с голенью говорят что коленка были массируется впереди на самом деле тоже массируется вот есть косточка у нас да и мышцы с этой стороны и с этой расположены особенно те кто много ходит или бегает вот эти мышцы была перенапряжены вот тут день крепится к под коленом здесь вот здесь соответственно их мы отдельно отодвигаем и потихонечку массируем то есть это тоже прием прищепку когда большой палец против других всех пальцев усиливаются до обходим доходим на место и крепления и вот это место вот так вот отдельно отдельно массируем отдельно проглаживаем и соответственно с этой стороны тоже самое место крепления точно тонко отдельно все это вот промассировали теперь из совсем жесткая дома да то можно сделать вот так мы внедряемся между костью и мышцы и мышцы большим пальцем другим пальцем забиваем немножко на слезам этого соскальзывает чуть-чуть вот таким образом мы достаточно глубоко входим в расстояние между мышцами и костью и еще больше задвигаем мышцы отсюда переходим дальше вот переступили до от стопы отгольные то есть мы стояли перпендикулярно теперь на коленке доставить работать обработали коленочку снаружи изнутри вот вокруг чашечку и чашку да теперь всю коленку обработали теперь вот такие методом растирания перед чашечкой дать чашку самому так не трогаем не дергаем сильно иначе можно и травмировать поэтому подняют мышцы находятся и склаживая их растираем достаточно активно на чашечку растираем и уводим кровь венозную вот туда в паховую зону вот сюда то есть находится далее мы берем вот эти вот у женщин вот они описают эти мышцы уши да мы их тоже подравниваем скульптурирующий массаж и вверх снизу вверх снизу вверх отдельно обрабатываем 100 и с другой стороны переходим переступаем в ту позу чтобы нам было на работу с бедром и опять же под коленки вот мышцами все двигаем вверх а чашечки коленны выше 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 разминаю все дальше 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 и потом нашими способами теме которым мы использовали когда делали заднюю часть ноги да то есть это у нас лапа леопарда работает против большого пальца одновременно большим пальцем лапы леопарда можно также пройтись видите с одной стороны держу бедро рукой до другой по внутренней поверхности хожусь теперь с этой стороны держу возле коленки ногу прохожусь активно с наружной стороны теперь также поднимаем ногу стараемся мясо это немножко отодрать можно выше поднять от стола и доходим прямо до паховой области здесь известно делю поза находится мы сильно не массируем и ничего там не пережимаем а просто доходим там я собираю нашу руку иначе могут возиться любые узлы далее смотрите вот упираюсь я опять рукой держа бедро чтобы она не скользила и есть такая мышца достаточно длинная партнер на она крепится вот тут под коленкой да идет вот так вот наискосок и крепится к бедру поэтому наша рука она будет двигаться вот так вот покажу например да ну вот она сейчас напряжена вот она идет вот ее мы растираем все выставляем его движениями кулачком они может пройтись можно ее конкретно отдельно промассировать заканчиваем все наше движение в плохой зоне лапа леопарда пальчиками всю лимфу медленно вводим вот сюда вокруг коленки тоже есть чашечки акупунктурные точки примерно когда мы смыкаем пальцы вот так у нас получается пятиугольник вот в пятиугольник включаем коленку получается 1 палец сверху 20 стороны 20 стороны это же самое в обратном сторону делаем пятиугольник вот далее поднимаем ножку сгибаемые в колене и держим одну руку на чашечке да а другой расшевеливаем коленный сустав и просто проверяем насколько он там где зажат где-то может быть какой-то блок есть в данном случае все хорошо расслабили примели ногу и придавили немножко вот туда чтобы нога была прямая можно схватить вот так вот прижимая своим предплечьем только на чашечку начальщик не даем чуть выше а вторая рука держим другой виду чтобы не поднималась и прямую ногу можно немножко потренировать если у человека грыжа то она ногами поднимется выше какого-то уровня такого то есть он не сможете полностью поднять вверх будет отдавать в пояснице ну соответственно в этих случаях будете делать вот на такой высоте до конца дальше опять сливаем нашу чувствительную систему что является лимфосистемой организма насколько вы помните да подбиваем после этого следующий прием под коленку и когда сгибается вот в этот момент мы правим мениск надавливая с другой стороны на лодыжку на стопу лодыжку после этого убираем кладем на коленку а здесь заворачиваем стопу ближе к нему таким образом прижимаем как можно сильнее к животу кстати вот по поводу начиная с какой ноги надо спереди начинает нужно справа ноги справа ноги потому что мы будем давить параллельно еще не только на много еще и на живот и соответственно даже учитывать что звучит кишечный трактор вот по часовой стрелке потихонечку надавливаем на него сначала значит справа переходим слева бывает немножко опасно это поза называется газовая поза это может пустить газы работа ничего страшного вот и в этот момент мы можем отдельно чашечку еще помассировать вот видите давлю уже тут теперь можно давить на чашечку давлю и иногда можем слышать такие вот характерных хруст и так здесь можно даже коллега уже зафиксированы чашечки тогда должен сфиксирована вот она встает на место там раз и что-то стало на место далее расцегиваем ноги вот таким образом в наружу разгибая бедро это мы тянем во первых гушевидные мышцы до во вторых мышцы которые поднимают ногу спереди про которые говорю да не понимают и отворите в сторону наоборот вот с этой стороны мысли приводящие ящих ногу вот туда уж видно может растягивается а если сюда то наоборот уж видно расслабляется здесь соответственно приводящие мышцы вот эти напрягаются отвели ногу если достаточно легко поднимается поворачиваясь на года может человек занимается гимнастикой или йогой да то можно усилить прием вот так сделал заход и за счет своего бедра расстреляют а другую ногу придерживаем еще немножко да теперь в обратную сторону немножко и надавили на живот по диагонали мышцы горицы и грушевидный в этом в этот момент очень хорошо расценивается отвозим ногу медленно вот так вот до конца не выпрямляют таком условно состоянии держим вот вот коленкой но не на коленке а в упираюсь в боли по сути пусть и голени здесь мы мягко опять же не пережимая лимфоузлы должны отвести его бедро назад легкое растяжение вот такой интересный прием далее опять подхватываем под коленку ногу и бедренно-подвздошное расширение раскручиваем сторону сторону и здесь давно чтобы она не касалась пола ради мужского подвешено было ставим руку выше коленка на бедро а это руку держим за пятку растягивая силу скажу да рукой бить упираясь в носок максимально рассмотрел скажем вот и теперь это рукой я делаю упор максимально рассадим его все мышцы на задней поверхности ноги растянули опустили ногу и положили теперь чуть-чуть вот так вот примерно по 30 градусов с здесь делаем такой прием когда мы одной рукой лучше всего это делать стоя с той стороны но поскольку я снимаю видео да не хочу вам встретить спиной извините уже буду с этой стороны показывать то есть одной рукой мы вот это вот свод стопы массируем ему свод стопы а другой рукой проходим все вот по мякоти ноги не попасться по мякоти и вот с этой стороны там есть очень много пунктов акупунктурных точек проходим сначала проходим прижимая эти точки каналы почек сердце есть обливателя мы же не точно массажер диван на это не заостряем внимание а просто думаем про лимфу мишки и прокачиваем туда старая рука у меня работает видите не останавливается можно кулачком уже после двух-трех проходов против посильнее и немножко так стряхнуть в принципе вот массаж на день заканчиваем отряхиваю ее отписали по всяким встряхнули расслабили и закончили небольшой нюанс сейчас скажу вот если есть проблема всегда лишь нерви до или в крестцово позвоночник сширенение да я чаще всего болит то может дополнительно еще растянуть ногу в эту сторону отвести под 40 градусов развернуть стопу в эту сторону и тоже может стряхнуть в разные стороны вверх-вниз вбок право дело по кругу можно еще подставить свою ногу под его вот это вот седалищную кость также фига ногу на пациент подбираться в сторону сейчас вам покажу подставили опустили немножко потрясли растянув ее разминаем эту мышцу которая дальше кости может передавить седали смерть все расслабили если за месяц для последние расслабляющие движения сделал мне сверху вниз снизу вверх также чтобы лимфа наши стекла выше нас еще только снизу вверх от пальцев к центру организма все можно считать что этот прием работы с ногой с верхней частью ноги верность передней часть ноги мы закончили теперь отрабатываем все это на практике